Когда ко мне приходят дети, вот группа 5-7 лет, 7-11 лет, разминку я делаю в ходьбе. Мы сегодня с вами на утреннюю зарядку шли, да, и махали. Ходьба на носках, на пятках, на внешние стороны стопы. Все упражнения, где мы машем руками, так или так. Все упражнения с выпадами, то есть все, что можно в зарядку с ходьбой вставить, и с детьми мы делаем наклоны. Вперед, наклон каждой ноге, полуприсед, присед, бег. То есть, как в школе, да, вы должны их активно размять. Вот, будем считать, что они размялись, ну, в летнем времени. Укладываемся, на спинке ложимся. Значит, задача при сколиозах разгрузить позвоночник. Есть у нас 4 разгрузочных таких положения. Это лежа на спине, лежа на животе, стоя на четвереньках, да. Первым делом. Легни ровненько? Да? Так, вы мои дети сейчас. Хорошо, вы дети у меня на занятии. Дети, ровно легли? Да. Уверены? Да. Да, да, да. Поднимите, пожалуйста, как мы проверяем, ровно мы легли или нет. Ножки вместе. Руки вниз вдоль туловища. Подняли голову и посмотрели. Туловище и ноги на одной линии. Выровнялись, поправились. Легли. Хорошо. Замечательно. Замечательно. Руки на животик положили, дышим носом. Все учим дышать животом. Вдох на дуле животе. Выдох с дуле животе. Еще раз вдох. Надуваем большой живот. И длинный выдох. Еще раз вдох. И длинный выдох. Хорошо. Руки вверх. Начинаем с упражнения на растяжку. Вверх. Значит, дети, давайте договоримся так. Положение руки вверх. Руки вверх. Хорошо. Поиграем. Руки вверх. Руки вниз. Руки вверх. Руки вперед. Руки вверх. Один усвоен. Да, поняли. Когда исходное положение дается, обычно дается по отношению к телу. Руки вверх. То есть, не важно, лежите вы или стоите, это у вас руки вверх. Хорошо. Руки вверх. До пола протянулись. Ну, ну. Хорошо. Упражнение резиночка. Ну, держите руки, пожалуйста. Хорошо. Исходное положение дали. И все. Если я сказала руки вверх и ничего не сказала менять, значит, так это должно быть. Потом я скажу руки опустили, ладошки туда-то. Хорошо. Делаем вдох. На выдохе мы тянемся руками вверх, ногами вниз на четыре счета. Раз. Два. Три. И расслабились. Четыре. Хорошо. Упражнение резиночком мы здесь назвали, да? Мы растягиваемся. Вдох. Выдох. И тянемся. Раз. Два. Три. Четыре. Леночка, мне кажется, голова у тебя криво лежит. Нет. А не надо на мне смотреть. Надо слушать. Это корригирующая гимнастика. Здесь очень важное исходное положение. Еще раз сделали вдох. Выдох. Потянулись. Дверь закройте, пожалуйста. Сквозняк очень по полу идет. Хорошо. Расслабились. Хорошо. Руки вниз опустили. В работе со скариозами не столько вы работаете над тем, чтобы мышцу укрепить, сколько над тем, чтобы сформировать вот этот стереотип новый. Потому что, смотрите, мышцы, если вы привыкли ходить с утулами, мозг воспринимает эту позу как норму. Вы выпрямляетесь, и вам больно, вам неприятно, вам неудобно, потому что это новая какая-то поза, неестественная. Поэтому вы должны натренировать вот это вот положение. Руки вниз опустили. Убери, пожалуйста, отсюда. Друзья, я хочу заняться у вас. Хорошо. Поэтому на занятия обычно с детьми родителей прошу выйти. Ну, это ситуация, да? Потому что вы не сможете собрать детей в кучку. Ну, вообще ничего, мы учимся. Итак, плечики прижали к полу. Плечи прижали к полу. Хорошо. Таз к полу прижать, пяточки и голова. На раз мы прижимаемся к полу. Плечики разводим, лопаточки вместе они у вас. На два расслабляемся. Хорошо. И раз. Казалось бы, и так лежит, да, человек? И два расслабляемся. Ну, вот здесь я вижу, что не ложатся. А мне надо, чтобы не прижались. Еще разочек. Раз. Прижимаемся со всей силы. И расслабляемся. Два. Плечи прямо к полу. Плечевые суставы даже к полу. Еще раз. Раз. И расслабились. Два. Хорошо. Руки за голову положили. Локти на пол. Зафиксировали. Мы с детьми локти приклеили, да? Приклеили локти к полу. Хорошо. Стопами работаем. Себе, от себя. Раз. Два. Три. Четыре. Стопами работаем. К себе и от себя. Голова лежит ровненько. Разминаем кроножные мышцы. К себе, от себя. На педали нажимаем. Колени не сгибать. Амплитуда большая. Максимальное движение в узке. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Мои хорошие, вы можете больше. Особенно на себя. Можете больше, пока кроножные не прокачаете. Хорошенечко. Замечательно. Руки вниз опустили. Ладошки на пол. Поднимаем голову. Стопы на себя тянем. Раз. Поднимаем голову. Стопы на себя тянем. Раз. И расслабились. Два. Вот вы сейчас будете видеть феномен первого занятия. Забываю, где голова. Где домоиньи. Что попало получается? Почему это происходит? Человеку первый раз в новое упражнение, он не успевает просто быстро сориентироваться. Голову подняли, ножки на себя потянули и расслабились. Руки внизу. Руки внизу. Расслабились, значит, голову положим на место. Итак. Раз. Тянемся носиком к пальчикам. Раз. Носиком к пальчикам. Два. Расслабились. Это со всеми так. И с вами будет так, когда вы лежите в своей группе. Раз. Потянулись. Что мы тянем? Позвоночник мы тянем. И два. Расслабились. Хорошо. Теперь на выдохе это тянем. Раз. Выдохнули. Два. Расслабились. Замечательно. Хорошо. Ладошки внизу опущены так и остаются. У вас теперь опора на плечи идет. Плечики это опоры и пяточки. На выдохе на прямых ногах поднимаем таз вверх. И раз. Таз поднимаем. Да, отлично. И два. Расслабляем. Не бросаем таз. И еще раз. Хорошо. И два. Расслабили. Выдох. Немножим. И раз. Выдыхаем. И два. Выше мышку. И еще раз. Хорошо. И два. Никому не больно. И еще раз. Потянулись. И расслабились. Два. Руки за голову прячем. Корригирующее положение. Стопы на себя. И теперь пяточка одна уезжает. Тянется далеко-далеко. Потом вторая уезжает. Вытяжение ногой делаем. Раз. Стопа на себя. И два. Скользим. Едем. Ногу не сгибаем. Раз. Стопы на себя. И два. Мы не таз подтягиваем. Мы наоборот. Пяточка уезжает. Она далеко едет. И еще раз. Каждый сам себе делает. Нога из таза уходит. Она у вас туда ползает. А вот почему-то мне кажется, что у меня все работает, кроме позвоночника. А зачем? Откажется? Нет, мы пока растярочки делаем. Будет склонно позвоночник работает. И еще надо понимать, позвоночник это же не отдельная структура, которая вообще ни с чем не связана. Ручки, ножки крепятся к позвоночнику. А теперь вот посмотрим на одного из детей. Вот Володю. Мальчикова. Ложитесь, голову положите. Делайте упражнение. Смотрите на локти. И как работает тело, да? То есть локтики не зафиксированы, ноги работают, а локти поднимаются. Это такое вспомогательное движение, да? Его надо зафиксировать. Плечи вы должны прижать к полу, по возможности, да? Ногу не сгибаем. Хорошо. Все. Чуть-чуть разнялись, хватит. Руки за головой остаются. Итак, пошли. Ножку сгибаем в коленочки. Колено, груди подтягиваем. Раз. Груди подтягиваем. Раз. И на место выпрямили два. Шагаем. Высоко поднимая бедро. Раз. И два. Ничего. И раз. Локти на пол. И здесь акцент на локти мы даем. Они должны научиться прижимать себе вот эти все части тела и привыкать к ощущениям. Чего лежим? Стопы на себя. Упражнение еще детское. Голову ровненько. То есть вы смотрите постоянно на людей, ловите их ошибки и поправляете. То он голову на бок, то болтать начинает, то еще что-нибудь делает. Хорошо. Замечательно. Хорошо. Отлично. Достаточно. Замечательно. Теперь, пожалуйста, ножки вместе. Ножки вместе. Не болтать там. Ножки вместе. Кулу положите. Так же хорошо. Так. Представили, чтобы ноги связаны на веревочке. Они теперь работают только две вместе. На раз. Оба колена груди. Раз. Локти на пол. Таз не отрывать. Попу и спинку не отрывать. Раз. На два. Обе ножки выпрямляем, тянемся к потолку. Стопы на себя. На себя. Два. На себя. На себя. Да. Три. Согнули ноги, колени в груди. Это обязательно. Колени в груди, но поясница не отрывается. Четыре. В исходное положение. Не броском и не ползком. В воздухе выпрямили, положили. Запомнили. Дружненько делаем. Ноги связали. Раз. Два. Три. Четыре. Ясно. Это старшие мальчики. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Стоп. Вот это называется коррегирующая династика. Вы должны остановить человека, когда вы видите кучу ошибок. Давайте будем делать медленно, но правильно. И проговариваю еще раз. Раз. Две ноги вместе сгибаются. Стоп. Назад. Так здесь не работаем. Отставите. Мы выдохнули. Пока все не сделают, не делаем. Да? А теперь просто понаблюдайте за некоторыми. Раз. Два. Стоп. И тянем на себя. Три. Четыре. Работаем. И раз. И два. Локти на пол. И три. Четыре. Дышать будет где-нибудь? Раз. Два. Выдох. Три. Вдох. Четыре. Не едем. Не едем. А кладем. Мы тренируем мышцы сейчас. Раз. Два. Выдох. Удываемся. Три. Четыре. Теперь следите за ногами. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Ужарим. Резко. Вот. Когда я вижу, что дети балуются, я говорю, и раз. И два. Три. Четыре. И буду делать до тех пор, пока не сделает правильно. А все начинают. Ну давай. Потому что наша задача добиться все-таки этого, да? Вот было видно вот здесь немножечко, как одна нога вперед, вторая за ней, да? Это стандартное состояние детей, у которых с одной стороны мышцы крепче. То есть толчком ногу подбрасывают слабую, а вторая сильная за ней идет. Поэтому вы просите детей связать ноги, да? И вот добиваемся, пока локти не будут на полу, и пока ноги не будут синхронно работать вместе, это упражнение надо тренировать. Да? Тяжело локти держать. На полу. Здесь. Что? Здесь. Да. Ну, брат говорил вчера, да, что вот сутулость была, она как бы, это же не просто, есть сутулость, нарушение осанки, есть уже кифроз, когда уже действительно есть и не первая, а даже вторая степень кифротического вот этого изменения позвоночника. И, конечно, ему тяжело. В данной ситуации, если вы работаете со взрослой, нужно подушечку под голову положить. Легче будет, да? Вот. Ну и теперь смотрите, человек может заставить себя локти на пол положить, но как только он начинает работать, они сразу поднимаются, да? Это все надо вместе делать. Теперь ноги вместе поставили согнутые, руки за головой. Ноги вместе поставили согнутые. Поставили согнутые. Согнуть, кажется, о чем вы не думаете, да? Согнуть ножки в колене. Так, и доставите. Хорошо. Руки в стороны, самолетиком. Все. Упражнение на скруточку, на растяжку. Детям это нормально. На выдохе. Раз. Ножки повалили. Голову в другую сторону повернули. На выдохе. На вдохе ровненько легли. На выдохе в другую сторону. Хорошо. Вы слышите, как они дышат? Нет. Мы не дышим. Ну тут немножко дышат, да? Дышите. Открывайте ротик. Хорошо. Замечательно. Дальше. Дальше немножко быстрее пойдем делать. Хорошо. Руки за голову. Ножки выпрямили. Лежа на животе. Когда мы работаем со сколезами, мы не столько времени уделяем растяжке спины, да? Сколько работе над прессом и бедрами, да? Упражнение на растяжку. Но мы делали с вами ноги на стопы на себя, подъем прямой ноги. Махи. Махи. Пошли. Раз. И на место два. Ножка пряменькая должна быть. Акцент на пятку даем. Стопы на себя. Я чувствую себя вверху. Ничего. Я так готова. Да, да, да. Хорошо. А дети всегда так на занятиях все время голову поднимают, да? Да, да. Они еще ерзают. Как только ты отворачиваешь голову, там начинается фотосовка. Потом тебя задают, там фотосовка. Сжимание трестит за уроки. Все. Стопы на себя. Дети разные есть, конечно. Стопы на себя. Хорошо. Руки вверх. Да, хорошо. Правая рука, левая нога друг к другу. Махи. Достаем до пальцев ног. Дышать будем. Правая рука, левая нога. Хорошо. Поднимать голову можно. На выдох. Когда выдох? Тогда напряжение. Выдох. Хорошо. Видите, у мальчишек всегда с растяжкой труда. У них ноги никак не хотят выпрямляться. А если выдохнули, выпрямились. Больше. Давай, давай, доставай. Хорошо? Хорошо. Дальше. Коленочки согнули. Обняли ручками. Коленем. Колобочек. У нас это упражнение с детьми называется колобок. Я понимаю, что надо сначала разучить, а позвать упражнение. Дальше я говорю колобок. Они так раз и все. Колобочек сделали. Колени к груди. Носик подтянули. Хорошо? И распрянулись. И теперь я с ними поиграю. На раз. У нас колобок. На два резиночка. Раз. Колобок. Носик потянули. Два. Резиночка. Руки вверх. Тянемся. И раз. И два. И раз. И играйте с ними. Два. И два. Два говорю. А им все равно. Они просто делают автоматически. Игра на внимание, которая сосредотачивает вас. Раз. И раз. И два. И два. И раз. А если еще вы показываете, что попало, они вообще путаются. Ну, веселятся. И тогда снимайте напряжение. Понятно? Хорошо. То есть вы можете придумать какую-то даже игру, чтобы им было как-то легче. Морально даже. Хорошо. Руки за голову. Как только руки за голову, значит, у нас упражнение на пресс. Ноги выпривили. Хорошо. Упражнение такое красивое. Раз. Подняли ножки. Две прямые делки. Раз. Угол 45 градусов. Вот. Этот угол 45 градусов самый эффективный. КПД большой. Чем выше держит, тем легче спине и мышцам живота. Чем ниже, тем больше лордоз выгибается. Нам это не надо. Раз. Выпрямим. Два. Вызвели в стороны. Три. Соединили. Четыре положили. И раз. Два. Три. Четыре. И раз. Каждому подойти и показать его угол. Три. Четыре. А почему ноги кривые? Раз. Два. Выпрямляем. Три. Четыре. Пробуем еще раз. Спина перестанет. Два. Три. Четыре. И раз. Что случилось? Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Замечательно. Ножки согнули. Поставили. Поставили. Хорошо. Учимся качать пресс. Значит. Алло. Два упражнения даю. Один на верхний пресс. Один на нижний пресс. Это очень важные упражнения для грыжи. Для остеокондроза. И для тех, у кого серьезная как бы со сколиозом уже проблема. Значит. Руки за головой для вашей группы. Ноги согнуты. На раз. Поднимается голова. Стоп. Плечи. И лопатки. Не больше. Локти остаются разведенными. Выдох. Лечь. Вдох. А теперь я даю тебе темп. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Выдохни, пожалуйста. Чтобы слышно было. Что делает вот этот молодой человек? Ну, делай, делай. Покажи, покажи. Он себе голову отрывает. Вот это вот так и есть как бы, да? Движение. Лопатки должны оторваться. Лопатки. Оп. Без головы. А теперь смотрите. Голову не надо прижимать. То есть вы должны подняться. Пресс. Пошли. Вот здесь хорошее движение, но это уже больше. Только лопатки до низа. Все. Ниже. Не надо. Раз. Это много. Два. И. Раз. И. Два. И. Движение быстро. Понимаю. Ну. Работаем. Раз. И. Два. Отлично. Раз. Два. Супер. А с чем дышали? Дышали. Было бы супер просто. Движение. 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 Хорошо. И здесь, как правило, начинает загружаться шея, потому что в основном все толкают голову и начинают головой. А надо сразу сюда напряжение дать. Сразу. И если человек не понимает, то подходите и говоришь, вот сюда, да, и он, и туда понимает. Почувствовал мышцы и пошел туда. Берем напряжение, делаем. Вы сделаете 10 раз. Никакого эффекта. Еще. Еще. Я вам даже скажу секрет. Когда у человека обострение, мы используем это упражнение, чтобы снять лоб. Потом расскажу как. Представьте, у человека болит спина, а мы укладываем и даем ему 100 раз качать плес. А он встает и говорит, о, болеть спина. Я расскажу чуть позже. В программе «Здоровый позвоночник» вы об этом узнаете. Не будем спешить. Хорошо. Нижний пресс работаем. Руки за головой. Лопаточки и локтики положили. Ноги выпрямили. Нижний пресс так работает. Ноги вместе. Колени и груди. Раз. Ноги выпрямить. Угол 45 градусов. Два. И раз. Два. И раз. Два. 45 градусов ниже. Я хочу. Вот. Вперед. Колени и груди обязательно. В этот момент расслабляется поясничка. А потом она выгибается. Раз. И два. Колени и груди. Нет. Груди. и на меня. Немножко. Раз. Лежним прессом треянистом делах. В смысле? Мы accountability ещё пристала левого. Нет. Да. Да. da. Вот у нас есть эксперт по другим немножко. Работать надо. Раз. и два и раз почему ноги расходятся в кучу в кучу упражнений это пригрыше такое неудобное друзья, если у вас люди будут делать так упражнение, не дыша то у них у всех повысится давление и у них у всех обострить еще хуже станет и грыжа дышать это самое главное в этих упражнениях только с выдохом мышцы могут расслабиться, без выдоха они наоборот напрягаются принцип, запомните, выдох выдох на нагрузке когда вам тяжелее когда вы сгибаете легко а вот вы держать прямые тяжело вы слышите нас? держать надо первый раз алло, алло, алло алло, прием первый раз очень сложно добиться от людей вот этого почему? новые упражнения новая тетя мышцы болят все болит еще и дышать надо а я еще сюда прошла выбараться они тогда смеются но постепенно это все приходит в норму но на занятиях при сколезах нагрузка действительно большая мы с вами сделали сейчас только лежа на спине у нас осталось 3 минутки еще чуть-чуть покажу то есть верхний и нижний показали а дальше разные упражнения хорошо это все пресс и ноги теперь на живот повернулись сюда головой ложитесь к нам а вы к ним с вами головой на животе у нас тянется ведро тянется пресс напрягается и работают мышцы спины и ягодиц да хорошо первым делом резиночка мы всегда начинаем здесь вместо этого они растягиваются резиночку сделайте кто запомнит вот у меня там 3 девочки запомнили тянемся руки а вот здесь хочется руки вперед да ну говорите здесь уже как бы вперед не высунешь не попутывается на 1, 2, 3 вы тянетесь на 4 расслабляетесь голову положите хорошо вытягиваемся ручками, ножами 1, 2, 3 и расслабляемся 4 и еще разочек 1, 2, 3 и расслабляемся 4 последний раз 1, 2, 3 и расслабляемся 4 хорошо что вы здесь можете вы можете потянуть им ножки ножку, колено пяточку, попки потянули ручками обняли сзади потянули ножку колено отрываем от пола вот, вот она да, растяжка идет и тут уже смотрите как тут идет да, то есть чем младше ребенок тем тянет да, надо не просто тянуть, а колено поднять больно, да на выдохе а то уже красное хорошо чуть-чуть пробуйте две ножки подняли подняли да, да, да потянули видите, Александр вообще супер голову это же если вы и так не можете поднимаете хорошо потянулись да хорошо руки в упор для отжимания поставили потягиваем живот ноги на месте таз на месте отжались прогнулись ну вы меня слышите ноги на месте таз на месте хорошо отпустились еще разочек прогнулись сделали вдох подвороток тянется вперед выдох и расслабились легли вдох выдох кому тяжело если есть и кому больно руки дальше надо ставить ближе к лицу то есть вперед да еще разочек прогнулись вдох выдох обвисли и расслабились хорошо и еще раз а теперь замрите в этом положении и вытянитесь подбородком вперед сестры вам придется потом это тоже делать подбородочек вперед что вы чувствуете где тянется спину жмет а где тянется пресс тянет вы должны прочувствовать как тянут потому что легли хорошо все руки под подбородочком упражнения плавания здесь акценты как будто выпрямить их вообще все упражнения делаются перед зеркалом и мы добиваемся максимальной симметрии то есть хорошо если перед ребенком зеркало и он видит насколько ровно поднимаются у него руки и ноги почему при сколиозе с одной стороны мышцы ослаблены с другой стороны зажатка когда вы выравниваете давая одну нагрузку более слабые мышцы работают больше чем сильные мышцы да плывем ноги вместе пяточки вместе здесь я там цеплялась ляг воктям здесь я буду цепляться к пяточкам хорошо подняли голову и плывем двумя руками двумя руками раз два три четыре пять шесть семь восемь хорошо теперь смотрите ошибка уже видно ошибка ты плаваешь вверх на вновь вниз нам не нужно расшатывать поясничку поднялись до уровня когда у вас максимально напряглась спина и в этом положении плывем поплыли и раз два подбородочек вперед три с детьми я так не разговариваю идите мне ну куда мы плывем а не вот на красное море поплыли да плывем плывем выше выше кто там тронет ну то есть мы как бы шутками да чего по дну гребем и они уже хохочут и им не так тяжело так же правда тяжело а если еще не дышим расслабились ножками подрыгали раз два раз два на пляже полежали и назад поплыли и раз дышим два не задерживаем дыхание три от себя выгребаете вперед и в стороны вот так пять так только и делаем шесть семь наоборот восемь девять десять отдых ножками подрыгали это упражнение на расслабление такое листики нолики порисовали стопами и голенью раз два правильно правильно смотрите на детей хорошо отдохнули хорошо дальше лягушечку лягушечку делаем руки под подбородком на раз подняли все что выше пояса раз все да вот так так вот так раз поднялись на два отводим локти назад сводим лопаточки вот так квак на три подбородочек и четыре ложимся и раз и два и три молодец четыре и раз смотрим на него два нет уже вот три четыре еще раз четко два ну квакните три четыре и раз и два и три четыре дети действительно квакают это помогает ему выдохнуть и как бы им веселей а теперь кто забыл про пяточки раз два три посмотрите на пяточки этого мальчика четыре раз не успели два три четыре я считаю раз и два и три четыре и раз и два и три и четыре видите здесь очень четкие движения то есть фиксированные да и вы следите чтобы руки были на одном уровне еще пару упражнений руки вытянули хорошо делаем самое их нелюбимое самое красивое упражнение звездочку лодочку и звездочку да как мы делаем лодочку ладошка к ладошке ножка к ножке не на ладошку а ладошка к ладошке это очень важно если ваши дети берут вот так даже у вашей руки или даже вот так вот держат но пальчик на пальчик перекашивает туловище ладошка к ладошке ровненько ножка к ножке на раз поднялись руки-ноги вверх и держимся два три четыре пять шесть семь восемь расслабились мама я бы на вашем месте сейчас вот обратила внимание на это положение давай и теперь вот расслабься расслабься обращаю внимание еще раз на пятки ноги все время в одну сторону валятся да то есть две пятки на один бочок на это надо обращать внимание пяточки вместе ну-ка вместе дружненько на лодках и раз два дышим три четыре пять шесть семь восемь расслабьтесь правда тяжело да детям представляете поэтому после этого вы должны дать им интересную игру выйти на пару минут из комнаты чтобы они попрыгали побегали и они к вам придут еще раз несмотря на то что вы их мучаете то есть они должны еще и поиграть хорошо а теперь делаем звездочку на раз лодочка на два руки-ноги разводим три соединяем четыре ложимся и раз два ноги три четыре ноги тоже раз два три четыре раз выдох два и три четыре и раз и два это уже все все ели же хорошо встали на четвереньки покачались вперед назад расслабились хвостиками повиляли хвостиками появляли вот такое упражнение ножки раз 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 хорошо посидели вот в таком положении хорошо вы сейчас пожалуйста полежите немножко у нас на этом занятие закончено сейчас нету времени показать на следующем занятии когда у нас ляжет группа остеохондроз мы уже коснемся чуть-чуть лежа на животе лежа на спине упражнений и покажу как заканчивать упражнение особенно после работы на животе большая часть людей после того как на животе позанимались стоят и у них очень начинает болеть голова потому что очень большая нагрузка идет перераспределение крови давление может подняться и просто потом будет болеть голова долго поэтому вам надо сейчас полежать подышать поделать упражнение на растяжку если вы не знаете и только потом вставать хорошо это чуть-чуть мы коснулись базовых таких упражнений это еще не все но принцип ясен то есть лежа на животе вы должны нагрузить и загрузить спину растянуть бедро и животики а лежа на спине напрячь животик и бедро растянуть спину тяжело? нет ни капельки хорошо еще я вам дам будет у вас книжечка на раздачу именно по сколиозам нарушениям осанки по принципам и будет у вас игротека это игры которые можно использовать в занятиях если вам понадобится то понадобится ну как тяжело вам как вам? в том месте где болит еще больше или почувствовали мышцы? что вы чувствуете? еще больше хорошо как голова? не спешите вставать даже если вы встаете посидите сначала кровь отольется от лица красная это вот если человек хорошо дышит да? то у него не будет такого инферса это просто сложно все выйдите пожалуйста на улицу сколько там времени посмотрите чтобы мы не спешите сейчас я на улицу